С работой Золотые Орлы по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую всех, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ, рад вас всех видеть, и сегодня мы продолжаем тему нештурмовой штурмовки. Напишите в комментариях, какие танковые обзоры вы хотели бы видеть в ближайшее время. Поскольку я как-то вот написал материалы всякого там по самолетам и до сих пор с ним разгребаюсь. Хотелось бы уже что-нибудь танковое мне тоже приготовить, но что, не знаю. Пишите, что вам было бы интересно. Кстати, а вы заметили обновление интерфейса в игре? Если да, то вы молодец, и вы, конечно, очень-очень глазастый человек. Но стало лучше, как по мне. Это стопудово плюс улиткам. А вот за что точно не плюс, правда тут уже вряд ли улиткам, это за Пе-2-31. Тот самый самолет, о котором мы сегодня и будем говорить. Который просто сжег мою жопу дотла. И я вообще не понимаю данный крафт. Такое чувство, что этот советский самолет, как вот эти самые приколы про китайские товары, был произведен как раз-таки в Китае. Ну, по крайней мере, многие решения в нем достаточно оригинальны. И не надо писать, как оно там было в жизни, мне это не важно. В игре для меня это, ну, полностью прям нелетайка, нелетабельная. И, честно говоря, на нем прям очень тяжело было что-то вот интересное сыграть, записать. Это просто нереально. Ну, вот самолет такой своеобразный. Поэтому сегодня разберемся, что же это вообще за пепелац такой, и с чем его едят. Ну, и, конечно же, попрошу вас принять активное участие в жизни канала. Для того, чтобы он мог показывать стабильный рост. И приносил мне доход на асбестовые стулья. Потому что обычные вот от таких крафтов, на которых я ради вас с интересом могу даже покататься, могут банально не выдерживать. Это все дело с легкостью выражается в нажатии на кнопку лайк, кнопку подписки и комментарии под видео. Благодарю за внимание и спасибо за понимание. Ну что ж, а теперь немножечко о Пе-231. Итак, наверное, сразу разграничу немножко понятия. Этот самолет не понравился лично мне. Я не думаю, что никто не найдет к нему подход. Поскольку в некоторых ситуациях, опять же, как и Ки-109, наверное, этот самолет будет хорош. Но, если про Ки-109 я мог с уверенностью сказать, что вот в этой ситуации он будет 100% крут, то про Пе-2, к сожалению, я такого сказать не могу. Этот самолет требует очень определенного подхода, а самое главное, невероятно прямых рук, для того, чтобы добиваться каких-то неплохих результатов. У него есть для этого не то чтобы даже предпосылки, а такие зачатки-зачатков в некоторых характеристиках, но, тем не менее, все остальное вызывает, ну, лютую прям порцию негодования, которую мне вот хочется кому-то поведать. Но, опять же, несмотря на большое количество негатива в этом видео, я самолет не обсираю с ног до головы. На нем можно летать, и более того, он в целом справится со штурмовкой скорее, чем нет. Это не бесполезная нелетайка, просто это для меня нелетайка, которой я предпочту, конечно же, что-нибудь другое. В чем же, собственно, выражается вот все вот это вот? Это все происходит из некоторых характеристик. Прежде всего, из его подвесов, которые здесь неплохие. Мне эти подвесы для боевого рейтинга 3.7 крайне нравятся. А самое главное, есть вот прям такой для нас пунктик, называется FAB 250X4. То есть, у нас есть 4 250-килограммовых бомбы, которые делают пазиком очень больно. К тому же, для суперскилловых штурмовиков есть у нас и ракеты. РС-132 в количестве аж 10 штук, или РБС-132 в количестве тоже 10 штук. Для менее скилловых, кому просто бы сбросить бомбу, а бы как, есть 2 500-килограммовых бомбы. И что мне нравится, так это пуски этих бомб. У вас есть 4 по 250, у вас 4 пуска. А не как у некоторых, то что бомба 4, а сбросятся они за 2 захода. Тут можно сделать 4 фрага. Но для этого нужно столько припотеть, что я даже не знаю как. Итак, вот помимо вот этого, все остальное в самолете у меня вызывает лютый бадхерт. И давайте начнем. Конечно же, начнем мы с вооружения. Ты смотришь на список и просто недоумеваешь. Типа, какого хрена, как будто ты купил китайский айфон. Столько бесполезных функций. Потому что так-то написано дофига всего, а по факту, что это, зачем это нужно. У нас есть курсовое вооружение. Один крупнокалиберный УБ и один мелкокалиберный ШКАС. Про ШКАС можно сказать то, что этот пулемет бесполезен абсолютно. Ну, как бы он может быть полезен, но реализовать его на этом боевом рейтинге практически нереально. УБ пулемет, конечно, классный и вообще без проблем им бы пользовался, если бы сам самолет не был таким странным по ЛТХ и не было бы боекомплекта всего в 150 патронов. Ну, то есть это на одного-двух сбитых. Пулемет вообще без вопросов классный, но это не шесть браунингов, это всего лишь один УБ. И хоть он круче браунинга, он один, боекомплект маленький. Ну и есть, конечно же, турели. Ох, турели, это прям у этого самолета великолепие. Есть один крупнокалиберный УБТ. Этот УБТ, опять же, ну как и УБ, прям шикарный. Да вот только боезапас 200 патронов и сектор обстрела у него дебильнейший максимально. Он находится внизу. И, естественно, сектор обстрела у него, ну вот такой, как-то вот чуть-чуть туда вниз и чуть-чуть лево-право. Короче, реально с этой стороны на вас никто не заходит. На вас заходят обычно сверху. Для того, чтобы пострелять по кому-то вверх, у вас есть один единственный шкас. И, ну, как бы шкасом отгонять противника, который на вас заходит с пушками или пулеметами, с километра начинает стрелять, невозможно. И есть еще два шкаса турельных, которые смотрят в бока, у них секторов обстрела практически нет. В принципе, короче, турели закреплены на этом самолете так, чтобы вы максимально не могли из них стрелять. Они вот есть, но пользоваться вы ими не сможете. А сбить кого-то с них, это вообще подобно случаю, когда ИСУ спустится на землю. Ну вот один раз, короче говоря, и все. Повторного пришествия можете не ждать. Конечно, я немного утрирую, но реально, турели супер неудобные. У турелей мало боекомплекта. Одни бесполезные, а другие суперполезные, но их очень мало. Углы неудобные. Короче, ну вы поняли. С турелями все плохо. По живучести самолета все в целом жить можно, но Пе-2 как бы не эталон. У него, в принципе, ну неплохо защищен пилот. Там стальная спинка 8-миллиметровая. И самое главное, что в целом самолет неплохо может держать повреждения. То есть даже если ему выбивают что-то там в желтое. Но изначально этот самолет летает как кусок говна на этом боевом рейтинге. И меня это прям очень сильно раздражает. То есть ты на него садишься такой. И сначала у меня ощущение, вау, очень неплохо. Потому что на какие-то мелкие такие маневры, типа, да, дернуть прицелом чуть влево, чуть вправо, он нормально отзывается. Но как только дело доходит до реальных маневров, ты понимаешь, что Пе-2 это не летайка хуже Ки-109. Хуже, блин, Хеншеля какого-нибудь. И все очень плохо. Короче, ситуация следующая. Этот самолет на своем боевом рейтинге максимум с кем может хоть как-то вести бой, это бомбардировщики тяжелые. Все. Все остальные его перекручивают, догоняют и избивают. То есть никаких вариантов вообще вести бой у этого самолета нет. Когда я говорил про Ки-109, что он не может вести бой, я подразумевал просто отсутствие вооружения. Ну, потому что нечем, действительно. Ну, то есть есть 75-мм пушка, но неудобно. При этом Ки-109 имеет вполне адекватный какой-то вираж в целом. Ну, то есть он может довернуть там до какого-нибудь даже штурмовика. Пе-2. Забудьте, у него вираж такой, что ух, широкой души человеки в нем сидят целых несколько штук. И вот они, ух, и вираж на 100 лет. Короче, чтобы повернуть, сделать пол витка, вам придется столько времени потратить, что жуть. Закрылки вообще не помогают. Небоевые, непосадочные. Их ты нажимаешь, а ничего не происходит просто, короче. Вот самолет как не мог поворачивать, так и не поворачивает. Максималка у него типа 530. Реально он летает 370. Ну, на скоростях Борж-400 у него супер сильно затяжеляются рули. Я пытался сначала, это пикирующий бомбардировщик, пытался штурмить с пикирования. Ну, мало того, что я не умею штурмить с пикирования, это как бы хрен бы с ним. У него же затяжеляется руль. Я просто в землю вхожу каждый раз. То есть, блин, пикирующий бомбардировщик, который не может выйти из пикирования. Ммм, как мне это нравится. Это просто великолепно. На скоростях Борж-450 он становится полностью неуправляемым. Если я говорил про Ки-109, что тот, ну, тяжело управляется на 470, плохо выходит из пикирования, то забудьте все, что я говорил про это. Вот, P2, вот что не управляется на скорости вообще никак. Если у него скорость больше 450, ты просто летишь прямо, пока скорость не упадет. Динамика у него плохая, скорость он не держит, улететь ни от кого нереально, перевиражить. Забудьте вас, 4-х моторник при желании, мне кажется, перекрутит. И все очень в этом плане плохо. Закрылки тоже, к сожалению, не помогают. Единственное, что радует, на одном двигателе, на P2, можно долететь до филда. Да, дотянуть до филда, а не долететь, потому что лететь он в этом случае будет, ну, примерно как топор, но дотянуть можно, потому что выбивали двигатель, и, в принципе, кое-как там с грехом напополам, со скоростью 250 км в час можно добраться. Главное, очень аккуратно садиться и маневрировать, и тогда, возможно, все будет неплохо. Это плюс, без вариантов. Плюс, ну, сама по себе живучесть у P2 норм. Но вот все, что касается попыток борьбы с истребителями или построения захода на цель, вот уж чего точно я не ожидал, где будут проблемы, здесь все очень плохо. Если штурмить, то нужно штурмить с пологового пикирования, либо без него, то есть на бреющем. Если пытаться заходить с пикирования, то я не знаю, какой скилл нужен, чтобы бомбы кидать, потому что тебе нужно там чуть ли не за километр уже начинать отворачивать, а иначе ты просто разобьешься и в землю войдешь. И для меня это лично непонятно. Это пикирующий бомбардировщик с каким-то вооружением, с хорошими подвесами, нереально крутыми подвесами на своем БР, ну, который, ну, как этим управлять? Ну, почему так больно? За что? За что я горю? И вот у меня вот это вот вызвало огромный диссонанс. Если здесь есть любители P2 или любители штурмовой советской авиации, в чем я сомневаюсь ввиду отсутствия адекватной штурмовой авиации у Советов, к сожалению, практически, ну, не считая Ту-2, Ту-2 реально конфетка офигенная, и хоть это не совсем штурмовик, неважно на самом деле, напишите, что вы думаете по этому поводу. И по поводу P2 тоже в комментарии. Я мог не понять самолет, я, собственно, и признаю, как бы, без проблем. У меня эмоции, у меня боль, у меня горит, и как этим играть, не знаю. Лично я. С другой стороны, даже несмотря на то, что у меня вызывали сложности управления этим самолетом, у него, в целом, все неплохо именно со штурмовкой, если вас в воздухе никто не встречает, или нет зениток, ну, как и на Ки-109, потому что здесь у вас даже не пушка, а, пожалуйста, бомбы. Четыре штуки. Когда никто не мешает, даже на такой нелетайке, для меня лично, можно сделать заход, скинуть бомбу и сделать фраг. И это неплохо. К тому же вооружение, как бы я ни называл его странным и китайским, ввиду количества и расположения, оно сбивает, особенно у Б и у БТ. Этим можно воевать. Ну, у БТ вряд ли, поскольку он непонятно где, а вот у Б вполне себе вариант. Но проблема в том, что у нас противники на БРе 3.7 вообще не игрушечные и не дурачки. И P2 для них просто кусок корма в итоге. Ракеты тоже как-то тяжело их реализовать, и вот так и остается. Летать с загрузкой в четыре бомбы и надеяться на то, что никого не будет и что вам повезет. А это как-то не тот стиль игры, который я хотел бы видеть на этом самолете. Да и в принципе на штурмовике. Поэтому спасибо за просмотр, пишите, что думаете, и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.